Всем привет! Наверняка вы знаете, что с каждым обновлением iOS от Apple старые девайсы начинают работать все медленнее и медленнее. И это несмотря на то, что Apple заявляет, что новые iOS повышают производительность и так далее. На самом деле, да, она повышает производительность, но, как правило, только для самых топовых устройств. Так, например, если вы сейчас обновите свой iPhone SE до iOS 13, то вы заметите, что все же он работает медленнее, нежели это было на iOS 11 или iOS 12. Однако Apple выгодно, чтобы вы обновлялись до самой последней версии iOS, поскольку тогда вы быстрее смените свой старый тормозящий iPhone на какой-либо новый. И даже для этих целей в iOS есть такая функция автоматического обновления. Хоть ее можно и отключить с 12 версии iOS, но, тем не менее, даже с отключенной опцией многие умудряются по ошибке обновиться ну и в итоге получить тормозящие устройства. И в этом видео я хотел бы рассказать обо всех возможных способах блокировки, чтобы даже по ошибке вы не смогли обновиться до последней версии iOS. Я расскажу о трех способах. Итак, первый способ, самый простой, это убедиться, что у вас в системных настройках в основных, обновления ПО, отключен пункт автообновления. Здесь должна быть снята галочка. После этого, даже если у вас загружено обновление, то iPhone автоматически его не установит ночью. Но только если вы сами не сделаете этого, либо если вы не ведете пароль доступа вечером, когда вам будет предложено обновиться. И, кстати, в этом случае не все читают, что после ввода пароля от iPhone вы соглашаетесь на автоматическое обновление ночью. И на утро многие обнаруживают, что уже обновились до последней iOS. Эта опция, к сожалению, доступна только на iOS 12 и новей. Поэтому, если у вас iOS 10, iOS 11 или какая-то более старая операционная система, то переходим к следующему способу. Это самый надежный проверенный способ заблокировать обновление навсегда. Для этого необходимо установить профиль обновления от WatchOS или от TVOS. Здесь разница лишь в том, что при установке профиля TVOS у вас появится приложение Feedback, которое просто так удалить нельзя. А вот если установить профиль WatchOS Beta, то это приложение у вас не появится. Для этого нужно перейти по ссылке из описания. На этом сайте вы можете скачать бета-профиль для WatchOS. Разрешаем. Затем соглашаемся и устанавливаем. Вводим пароль. Установить. И перезагружаемся. После чего iOS будет проверять ваш iPhone или iPad, но на наличие обновлений для WatchOS либо Apple TV, в зависимости от того, какой профиль вы установили. Ну а поскольку на iPhone невозможно установить операционные системы от часов либо от приставки, то обновление никогда не будет найдено. Итак, после обновления зайдем в настройки. Основные. Обновление. И убедимся, что iOS не может загрузить обновления. Мы видим сообщение о том, что установленное ПО самое новейшее. В моем случае 11.1.2 это не самое новое для моего iPad. По идее я мог обновиться до iOS 12.4.2, но благодаря профилю iOS не может обновиться. Если вы вдруг захотите обновиться до последней iOS, вам необходимо будет зайти в основные профили управления устройством и удалить вот этот установленный профиль. Делается это просто. Нажимаем удаление профиля. Либо же, если вы захотите обновиться, то не обязательно обновлять профиль. Можете подключить свое устройство к компьютеру и обновиться через iTunes. Минус, кстати, у этого способа также есть. У вас постоянно все равно будет гореть вот эта красная иконка в настройках, а также на иконке настроек будет постоянно красный бейджик гореть. Но с ним ничего не поделать. Для этого вам понадобится Jailbreak. Ну и так, переходим к следующему способу, как раз таки с использованием Jailbreak. Еще один вариант блокировки обновления. Если вы используете Jailbreak от Uncover, то в настройках есть специальный пункт, который блокирует обновления по воздуху. Для этого нам нужно зайти в приложение Uncover, в настройки. Вообще, по умолчанию этот пункт включен, и вам волноваться не стоит. Но на всякий случай проверьте, убедитесь, что у вас активирован этот пункт. Disable Updates. И, кстати, если вы решите удалять Jailbreak, прежде чем удалить Jailbreak, не забудьте отключить вот этот пункт, иначе после удаления Jailbreak вы не сможете обновиться до самой последней iOS. После включения этого пункта нужно сделать просто повторный Jailbreak. Ну, после того, как вы активировали этот пункт, при входе в настройки обновления ПО, вы будете получать ошибку о том, что произошел сбой проверки обновления, и вы не сможете обновиться. Соответственно, автоматически ночью ваш девайс также не обновится. Ну, и следующий способ также для владельцев девайсов Jailbreak нужно установить твик Mikoto. Для этого необходимо добавить репозиторий, который вы сейчас видите на экране, после чего перейти в поиск, ввести в поиски Mikoto, установить этот твик. После чего из настроек вообще пропадет пункт настройки обновления ПО. Как вы видите, пункта сейчас нет. Также у вас появился пункт настроек Mikoto, в которых в системном разделе мы видим, что у нас отключено обновление по воздуху. Включить его невозможно. Чтобы вернуть обновление по воздуху, необходимо удалить этот твик. А также, если вы пользуетесь приложением iCleaner Pro, то здесь есть похожая функция. Нужно запустить приложение, нажать на плюсик внизу. Здесь перейти в раздел функции iOS, найти пункт обновления iOS, снять с него тумблер, применить. И после чего у вас также не будут доступны обновления по воздуху. Я надеюсь, вы подберете для себя подходящий способ и будете обновляться до нужной iOS лишь тогда, когда вы сами этого захотите, а не когда захочет Apple. Если это видео вам помогло, оценивайте его, подписывайтесь на канал, чтобы получать подобные полезные видео. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok